что что вы говорите да хорошо они же были умеренные что они сейчас хотят джихад локальный джихад хорошо пусть делают все понятно давай сирия у этих людей вообще нет плана что вам надо господин посол меня зовут вагнер я министр иностранных дел баварии что простите за их оффа сказал что все спортзалы заполнены беженцами короче теперь мы будем международными отношениями заниматься что простите понимаете мне нужно до пятницы решить сирийский конфликт и вы как бы же в этом да у нас есть предложение четыре года гражданской войны десятки противоборствующих сторон и сейчас не хватает только предложение о мире вмешательство баварии это и за их оффа сказал понимаете предложение всегда уместно это наше любимое средство закрыть границы и в случае сирией для оружия но это же не план они да у вас есть что-то получше да у нас есть большой план для всего ближнего востока речь идет о госпереворотах госперевороты сирией над этим мы работаем успешно уже несколько лет дестабилизируем режим мы каждый год посылаем 1 миллиард на подготовку и вооружение повстанцев ого это можно назвать программы по повышению квалификации да сейчас получается что вами старательно обученных бомбит путин да да это угрожает нашей войне миру да точно а путин он бомбит по приглашению режима осада короче в соответствии с международным правом попытки переворота то есть ваши повстанцы которые нарушают международное право что конечно является безобразием со стороны международного права знаете международное право это важный ориентир для других стран мы же ориентируемся больше на то что мы больше ориентируемся на то что мы хотим короче на то что надо сирийскому народу и сирийский народ хочет убрать осада да но тут такое дело есть же результаты опросов которым можно относиться серьезно который указывает на то что большая часть сирийского народа стоит за осадом разве это не интересно нет и что этому могло быть причиной то что сирия является не только диктатурой но и была страной где я цитирую была страной с достаточно хорошей медициной достаточно высоким уровнем образования достаточно хорошими правами у женщин но это вам наверно не интересно да нет смотрите осад применил отравляющий газ против собственного населения да это чудовищно и это же уже доказано что это был осад не правда ли конечно же иначе бы президент обама не сказал бы это общественности да но тут такое дело ваш институт технологий с массачусетса масса институт технологий это один из ведущих элитных университетов да точно да да он они сомневаются в словах обамы кому вы больше верите элитному университету или американскому президенту думаю американскому президенту смотрите из-за применения отравляющего газа осад стоит на одной линии с хусейном и гитлером а с гитлером же нельзя говорить не это нельзя поэтому мы были вынуждены повстанцев сирии вооружить напрямую и не напрямую и потом это оружие туда и попало к примеру к исламскому фронту или игил или к свободной сирийской армии а ну да ну что же вам еще оставалось сделать так кроме как вооружать скажите-ка а откуда шло оружие для этих много оружия поступило с турции много с ливии их там еще каддафи оставил да 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 каддафи он же вы же его совместно с нато в 2011 году помогли свергнуть помогли позволили должны были да каддафи подавлял насильственно арабскую весну да да он же этот гитлер если вы так говорите но сейчас такая ситуация есть расследование университета гарварда и они ссылаются на доклад оон международная амнистия и они говорят что насилие в крупных городах в основном исходила от протестующих а армия каддафи цитата никогда без разбору не нападала на мирных как это утверждалось в западных сми кому вы больше верите элитному университету оон международная амнистия или западным сми а американскому президенту что вы еще хотите мы же в ливии спасли жизни людей да точно ну если не считать десятки тысяч погибших после вторжения но что простите ну да смотрите 50 тысяч жертв войны целью которой являлось избежать этих жертв это же не вы писали нет это слова профессора уголовного права из статьи в газете цайт кому вы больше верите газете цайт или американскому президенту я должен сначала спросить у моего адвоката я не пойму что вам вообще нужно каддафи ведь больше нет да да слава богу но тут такое дело что тоже в основном с высоким уровнем образования в ливии хорошее медицинское обеспечение права женщин и кто-то должен иногда приносить жертвы для успешной смены власти а точно успешная смена власть и кто же там сейчас успешно правит в гражданской войне в ливии давайте посмотрим в основном радикальные исламисты и и гил и гил а он да как туда попал с ирака с ирака точно так кто там был мы а точно да ирак был первым камнем в нашем большом плане а то я тут записал ирак раньше достаточно высокий уровень образования достаточно хорошее медицинское обеспечение и что-то похожее на права женщин да была диктатура с пытками как бы сказал хусейн был гитлер да точно поэтому госпереворот гражданская война хаос и позднее и гил опаля а он то откуда я надеюсь вы не хотите нас обвинить в основании и гил а нет что вы да ну тут такое дело после вторжения в ирак вы же уничтожили экономику и сотни тысяч солдат уволили с армии мы же не бесчеловечные мы этим людям оставили государственную помощь оружие вы предоставили самим себе сотни тысяч молодых людей с оружием но у них был свободный выбор и гил или воспитателям в детском саду там было много детских садов нет можете ли вы подтвердить что создается впечатление давайте оставим ирак и саудовскую аравию в стороне что вызывает такое подозрение что ваши смены власти приводят тому такому хаосу понимаете разве это не странно что сирия ирак ливия что эти люди сейчас у нас лежат в спортзалах нет вы забываете что все это часть большого плана да это с вами часто можно забыть я думаю что этот план никто не выразил так точно как генерал кларк американский генерал и главнокомандующий нато во время войны в косово послушайте через 10 дней после теракта 11 сентября 2001 года я пошел в пентагон чтобы встретиться с заместителем министра обороны рузвельта вольфвиц я заходил ко многим людям в штабе которые раньше на меня работали один из генералов позвал меня к себе сэр вы должны зайти я должен с вами поговорить я сказал у вас же наверно много дел он нет нет мы приняли решение напасть на ирак это было примерно 20 сентября я сказал напасть на ирак но зачем он мне я не знаю он сказал я думаю мы не знаем что предпринять против террористов но у нас есть хорошая армия и мы можем свергнуть правительство несколько недель позднее я зашел еще раз в это время мы уже бомбили афганистан я спросил его мы все еще планируем напасть на ирак он ответил ох еще намного хуже и он взял со стола лист бумаги сказал мне сегодня прислали это сверху из бюро министерства обороны в этом документе описано как мы на 7 стран за пять лет нападем мы начнем с ирака потом сирия либанон ливия сомали судан и под конец иран но это же не план зачем вам нужен план если у вас есть хорошая армия если вам это не подходит то мы можем уйти путин справляется с такой работой также хорошо хорошего дня да но тут такая ситуация посмотрите у нас конфликт в сирии без мирной перспективы потому что с осадом нельзя говорить из-за его действий в 2013 году с применением отравляющего газа после этого мы же сказали что он гитлер так точно дело в том что ваш институт говорит что то как об этом говорил обама это неверно то что это мог быть осад что с его территории с территории контролируемой его армией была выпущена ракета с отравляющим газом на что вы намекаете не на что дело в том смотрите не всегда так как это рассказывают смотрите в институте сделали физические расчеты несущая ракета имела дальность максимально два километра отравляющий газ мог лететь два километра позиции режима осада были здесь и что касается этой атаки о которой идет речь они были слишком далеко президент обама в речи на совещании он сказал что это оскорбление здравого смысла предполагать что кто то другой кроме осада мог запустить ракеты но обама же ссылается в своей речи на тот же доклад оон где не указано кто это был вы что хотите этим намекнуть что лауреат нобелевской премии вы сейчас имеете в виду лауреата нобелевской премии который другого лауреата нобелевской премии врачей без границ позволил бомбить в кундусе военное преступление из-за которого в больнице люди горели заживо бавария скажите-ка это случайно не такая маленькая земля на юге германии с хорошим медицинским обеспечением высоким уровнем образования равноправиям для женщин в которой политический лидер постоянно говорит что справа от него никогда не будет ни одной партии знаете я просто скажу что внешняя политика это все таки для профессионалов политика это все таки для профессионалов